Нужна мотивация? 10 правил успеха – ваша локация. Привет, с вами Эван Кармайкл, и этот канал был создан для того, чтобы помочь вам преодолеть самое главное препятствие в вашей жизни – отсутствие веры в себя. Вы смотрите эти видео, потому что знаете, что внутри вас скрыто нечто большее – талант уровня Майкла Джордана. Поэтому приготовьтесь к советам по выходу из зоны комфорта от Кристиан Стюарт. Это 10 правил ее успеха, которые придадут вам ту самую веру в себя, которой вам не хватает. И правило номер один – рискуй. Вы спрашиваете, как у меня появилось желание сниматься в кино. Что касается меня, я всегда хотела принимать в этом участие. Когда ты ребенок и проводишь много времени на съемочной площадке, ты хочешь сам стать актером. И когда я, наконец, попала в этот мир, я вела себя так. Да, я часть команды, я профессионал, не путайте. Прирожденный притворщик. Но по мере взросления я стала от этого отходить. Выработала в себе некую почтительность, потому что это было моим хлебом. Есть четкая разница между людьми, которые думают, что все знают. И да, есть ремесленники с огромным опытом. Но также есть те, которые создают, которые… В общем, настоящие творцы, которые ничего не знают. Это очень пугает, но оно того стоит. Круче этого нет ничего. Я бы ни за что не занялась чем-то, если бы знала наперед, как все будет происходить. Когда вы говорите, они ничего не знают, вы имеете в виду, что они готовы ступить на неизвестную территорию ради нового опыта? Да, если ты до этого не снимал подобных фильмов. Не знаешь, как все нужно делать, понимаете? Есть опыт, а есть настоящая одержимость, основанная на неком чувстве. Даже если ты думаешь, что знаешь, как все нужно делать, часто оказывается, что все иначе. Но нельзя заниматься чем-то и при этом не рисковать. Иначе это просто «Ну, я создаю продукт, чтобы меня считали успешным». Да, это круто, но это не приносит кайфа. Правило номер два – будь искренним. Из фильмов я помню, что в Голливуде очень просто поддаться под искушение денег, роскоши и оставаться тем, кто ты есть на самом деле. Я считаю, что иногда это очень непросто. Особенно, когда ты часть чего-то от части искусственного. Как вам удается оставаться собой? Вы выглядите очень естественной. Ведете себя, как обычная девушка. Не знаю, что бы я делала, если бы так рано не начала сниматься кино. Это сформировало мой образ жизни. Что мне нравится, на что я трачу время – мое творчество. И если ты сосредоточен на этом, все будет естественно, искренне. Как правило, сразу заметно, когда люди стараются стать знаменитостью. Победить в соревновании за популярность, хотя им и нравится играть в фильмах. Но это не одно и то же. Я не такая. Но в самом начале ты разве этого не хотела? Мне было всего девять. Нет. Нет, это не про меня. Правило номер три – не переусердствуй. Кристин просто приходит на съемки, берет сценарий, быстро пробегает глазами, а потом она все знает. И сразу включается в процесс. Раздражай, должно быть. Это все происходит в один момент? Я обожаю делать все впервые. Обожаю это чувство. Когда ты не констатируешь что-то сам, а будто это открывается само собой. Все происходит со мной лишь однажды. А все остальные разы являются лишь блеклой копией. Поэтому я не люблю подробно читать сценарий заранее. Я хочу лишь едва-едва знать реплики, чтобы самой находить их. Правило номер четыре – выходи из зоны комфорта. Когда я делаю то, чего я боюсь, это всегда хорошо кончается. Все происходит просто мгновенно, хотя я и сильно боюсь. Думаю, что все мы такие. Когда ты выходишь из зоны комфорта, ты узнаешь о себе такое, о чем раньше и не догадывался. Сто процентов. Правило номер пять – будь одержимым. Я не могу назвать себя звездой экрана. Я никогда не блистаю в интервью. У меня нет к этому такого стремления, как у других. Я не считаю, что это плохо. Ведь есть прирожденные звезды. Люди, которые ведут себя естественно и на которых нам нравится смотреть. А мне нравится, когда я могу управлять, люблю нечто свое. Я ведь уже родилась в этой среде. Мои родители работали на съемках. И я обожала кино. Всю свою жизнь я превозношу кино и считаю его очень важным. Благодаря ему ты можешь не только донести что-то до других, но и открыть нечто в себе. Пусть не все смотрели «Белоснежку», но опыт, который я получила при съемках, уже дал мне многое. И я думаю, что хочу заниматься этим всю жизнь. Хочу делать кино. Я этим просто одержима. Правило номер шесть. Найди свою страсть. Ты родилась в семье киношников. Они ведь всегда направляли тебя в эту стезю, так? В отличие от многих твоих коллег по цеху. Я хотела знать, где мои родители проводят по восемнадцать часов в день. И это всегда было очень завораживающе. Они всегда возвращались домой уставшими, но... Но они с радостью ложились спать на те шесть часов, что у них оставались, чтобы утром вновь вернуться обратно. У них с собой всегда были необычные штуковины, а пахали они так, будто побывали в тысячи мест. И я не понимала, что с вами? Твоя куртка обледенела, а на улице ведь тепло. Поэтому мне нравится, когда люди борются за то, что им действительно дорого. Хоть они и сами не знают, за что именно. Но понять, что это, можно лишь пройдя весь путь до конца. Правило номер семь. Знай свои сильные и слабые стороны. Даже в небольших проектах... У актеров есть главная задача. Рассказать историю, вызвать определенные эмоции. И сказать честно, мне это плохо удается. Я в этом не преуспела. Даже в крупных проектах. Взять хотя бы сумерки. Эпизоды, описанные в книге или сценарии. Те, к которым все были особенно привязаны. Мне всегда казалось, что я их портила. Но что касается моментов, которые рождались в процессе съемок... Даже несмотря на то, что в сценарии или книге они были незначительны, я говорю про такие моменты, когда все вдруг понимают... Да, да, вот оно. И я думаю, что это приносит фильму гораздо большую пользу, чем если бы я просто плакала в нужный момент, когда мне говорят определенную реплику. Правило номер восемь. Слушай свое сердце. В этом году выходит шесть фильмов с вашим участием. Все верно? Шесть? У меня правильные данные. Да, около того. Ого. И все они независимые, с небольшим бюджетом. Вы ведь осознанно решили перейти на такого рода проекты. Почему? Ради сценариев? И я никогда не была тактиком. И почти никогда меня не подводило мое нутро. Я всегда принимала предложения о съемках, если чувствовала, что это то, что мне нужно. Даже при отсутствии очевидных причин. Это были как большие фильмы, так и не очень. Вот тот, о котором мы говорим, например. Это крупный, высокобюджетный проект. Поэтому, да, я снимаюсь везде. Вы сказали, что вам нравится, когда вы знакомитесь с кем-то и сразу находите общий язык. Да, я редко ошибаюсь относительно этого. Я всегда прихожу в смятении, если понимаю, что человек мне очень нравится. Но у нас не ладит сообщение. В такие моменты я говорю, погоди, погоди. Ты меня обманул. Ты же социопат. Такое бывает, но очень редко. Поэтому я привыкла доверять этому чувству. Оно очень полезно для меня. Правило номер девять. Не фокусируйся лишь на деньгах. Я ни за что не буду делать упор на разницу в процессе производства крупных и малобюджетных фильмов. Потому что тогда спросят. Круто, а зачем ты тогда этим занимаешься? Да, разумеется, разница есть. Потому что у одних больше бюджет, и это, естественно, влияет на динамику картины. Но в целом, я никогда не подходила к этому с точки зрения «этот фильм дороже», поэтому здесь нужно сильнее стараться. Все совсем не так. И правило номер десять, заключительное перед нашим бонусным видео – «Притворяй идеей в жизнь». Забавно, Джоди Фостер как-то сказала мне… Я помогала ей на одной церемонии. Представляла ее перед выходом. Не помню, что это было. Вроде открытие ее звезды на Аллее Славы или отпечаток руки. Да, звезда на Аллее Славы. И я ее представляла. До этого мы с ней очень давно не виделись. Вы вместе снимались в Комните Страха, да? Да, и она спрашивает, как дела, чем занимаешься? Я сказала, что снимаю короткометражку. И она, наконец-то! Я помню, как удивилась, когда ты, будучи маленькой, так усердно и много снималась. Ты выглядела как человек, который хочет создать что-то свое. Я ответила, да, сейчас я как раз доросла до этого. Она говорит, круто, первое, что ты увидишь, точнее, что осознаешь, это то, что ты уже все знаешь. Нужно просто начать. Далее вас ждет особое бонусное видео от Кристин о том, как быть свободным. Но сперва наши три ключевых вопроса. Пора переходить от просмотра видео к действию. Погнали! Вопрос номер один. Какую из ваших идей вам нужно притворить в жизнь? Номер два. Сердце подсказывает вам, что нужно принять серьезное решение. Какое? И номер три. Что вы сделаете на следующей неделе, чтобы одержимо притворить эту идею в жизнь? Действуйте сразу же после просмотра. Ставьте хэштег «Верь» в комментариях. Определенно, я стала более открытой, когда повзрослела и приобрела эту безумную популярность. Я словно начала рушить стены, которые я взводила вокруг себя. Я заметила, что люди не видят меня, пока я не вижу их. Я будто застряла в изолированном участке. Поэтому я стараюсь позволять себе быть... Быть... Принимать участие в общественной жизни. Как все нормальные люди. И я считаю, что если бы мне довелось на один день перестать быть знаменитой, я бы провела его вне дома. Просто гуляя, разглядывая людей. Как дела? Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите то, что вдохновляет меня в других, и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу. Субтитры создавал DimaTorzok